Полуглянцевые матовые паркетные лаки одного из лидеров европейского рынка лакокрасочной продукции шведской компании Eskara способны создать надежное защитное покрытие, которое значительно продлит срок эксплуатации паркета. Люкс Про Паркет Элит. Полиуретановые лаки на водной основе. Полиуретановое связующее придает пленке отменную прочность и в то же время эластичность. Это означает, что паркету не страшны существенные механические нагрузки, и даже если он испытает ударное напряжение, к примеру, от тонкой шпильки ковлука, пленка не треснет, что в дальнейшем убережет покрытие от отслоения. Водная же основа придает лакам такие свойства, как отсутствие запаха и высокий уровень экологичности, отвечающий в директиве Европейского Союза 2004-42 ЕС. К тому же покрытие не желтеет, со временем и цвет паркета не меняется. То есть созданный природой узор древесины остается прежним. Немаловажно и то, что водная основа позволяет лаку хорошо растекаться по поверхности и быстро сохнуть. Подготовка к нанесению достаточно простая. Важно, если паркет покрывается лаком впервые, убедитесь, что его влажность не превышает 12%. При нанесении материала на твердые терапические сорта древесины, дуг или бук, поверхность следует обезжирить. Если же паркет раньше покрывался защитно-декоративными материалами, красками, маслами или воском, настоятельно рекомендуем такую поверхность отцикливать до деревянного основания. Наконец, если же люкс-про наносится на уже лакированный паркет, основу следует подготовить. Снять отшелушившийся старый лак, после чего, не прикладывая усилий, обработать поверхность мелкой наждачной бумагой, удалив пыль. На втором этапе паркет необходимо прогрунтовать. В качестве грунтовки рекомендуется использовать сам лак, разбавленный водой на 10-15%. В таком случае литра готовой смеси хватит на 10-15 метров квадратных. Спустя примерно 4 часа после грунтования, сухую поверхность следует обработать мелкой наждачкой до полного удаления ворса. Затем на небольшом участке проверить совместимость лака с древесиной. Это необходимо для того, чтобы убедиться в неизменности цвета паркета. Что бывает в редких случаях у некоторых экзотических и твердых пород древесины. Когда же тестовый участок пола высохнет, можно приступать к полномасштабным работам. Лак рекомендуется наносить по направлению падения света в помещении или вдоль волокон дерева от края до края поверхности, специальным валиком для лака в 2-3 слоя, или же лаковым шпателем в 4-5 слоев. Прежде чем покрывать последним слоем, поверхность необходимо обработать мелкой наждачкой, удалив пыль. Важно! Не наносите лак толстыми слоями и придерживайтесь рекомендованного производителем режима температуры и влажности. Позвольте вашему паркету прослужить не один десяток лет. Выбирайте лак и торговые марки Escaro и живите согласно слогану нашей компании. Жизнь полна красок! Субтитры создавал DimaTorzok